МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тот на загрузку, тот на выгрузку. Товарищ полицейский, что у вас тут происходит? Стоимо в превенцию. Не, просто на той неделе такая же петрушка была с другим батальоном. Говорит, просто ехали. Навище? Это провокация. Какая-то провокация, вы знаете. Кто? Что ты? Провокация. Провокация? Пошла провокация. А она чуть не вижу, пусть он заедет. А что ему заезжать сюда нельзя? Нет, ну если он не в прогон, если он не в прогон, то пускай заезжает. Почему же нет? Он же на выгрузке, наверное. Это же есть выключение, спрестав, напад, реплата. Нет, так я на той неделе тоже тут был. И тоже полицейские говорят. Да мы просто так проехали. Вогни, вогни, жарко, жарко. У нас какие-то спецификации было? На знаку 3-2. Так они тут постоянно. У меня есть подозрение, что непосредственно вам дал вказку, непосредственно новый начальник. Мне особенно... Ну я думаю, да. Ну мне кажется, да. Нет, это точно не про меня. Значит, не тут один. Сюда или тут, или вот там вы стояли возле церкви, вы постоянно тусуетесь. Кто мне доказывал, что я должен доказать вам, что мне сюда надо заехать? Братка, а тебе выписали постановление? Нет, нет. Нет, вы так на меня кричите, просто импульсивно. Я просто забыл, как твое имя, я тебя помню. Имя мое? Нет, я говорю, я забыл твое имя, я тебя помню, лицо твое. А фамилию, ты его помнишь? Да не помню. А мы на видео... Вот сюда я. Мои прізвище, имя. Ну, так я сюда могу заехать тут. Ну, если вы просто погрузка, чему нет. Все будет хорошо. Откуда ты знаешь, что мне выгрузка? Ты же мне доказал, что я должен ТТН-ку показывать с адресом. Почему вы перебываетесь? Вы мне вот это скажите. Кто перебываетесь? Вы, тут, которые стоите. Я особисто. Которые сначала говорят, что надо ТТН-ку показывать. Я особисто. Ты говорил такое? Я с вами больше не особисто. Я говорю, ты такое говорил, когда провокация. Братик, а ты на видео снимал, как ты общался? Не снимал, я ничего не знаю. Надо просто снимать. Я знаю. Они тут постоянно или там, или за церковью стоят, да? А за какой церковью? Ну, там вот как направо поворачивать. Где там церковь? А может и помылять, наверное. Как вниз спускаться и направо поворот. Как она? Возле исполкома или как он пролезет? А, под знак 3-2? Да. А, ну это их точки. Ну да. Вот я же говорю, вот это лицо я точно помню. У вас не помню. А вот это то. Он мне еще доказывал. Я говорю, почему я сюда не могу заехать? Я на легковой тогда был. Ты мне начал что рассказать? Говорит, ты. Не ты. Хорошо, вы. Вы. Вы мне что начали доказывать? Так. Сюда нельзя поворачивать. Я говорю, а если я тут живу или работаю? Так. У вас должны быть документы. Вот проверяй мои документы. Я заехал. Я зараз вонюшиваюся. То есть что? Чего вы мне потекаете? Ну, вы заметите, это провокация. Это не диалог. В смысле? Это нарушил, получается. Я сюда заехал. Ну, как мы не проверили? У меня фото видофиксация вашего порушения. А тогда... А как бы хорошо, ладно. Наверное, с приводу розыдухровачивания. Вообще, контент рождается вот так, просто стоячий. Хорошо, вот скажи мне, вот ты здесь стоишь. Как ты? Хорошо, вы тут стоите. Как вы тут докажете, что я оттуда повернул под знак? Так я же у вас подешел заразь, вернулся. Я еще раз спрашиваю, как вы тут докажете, вот тут стоять, что я там повернул под знак? Ну, зачем мы не будем фото видофиксацией? Отсюда вас? Я еще буду. Отсюда вас? Можно, грубо говоря, отсюда. А там есть знак? Нет. Раз, два, три. Его створили, я тебе еще раз говорю. Вот там вот, я его жарю разбать, тут под знак. Ну, пойди посмотри, вот они будут для вытащения. Я-то вас не взвертаю. Братан, а скажи, пожалуйста, вот если бы они стали вот ближе к пешеходному перекрестку и стояли там, я просто к чему говорю? Вот они тебя останавливают, и говорят, уважаемые, то-то, 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 там нельзя зажать. И ты им объясняешь всю ситуацию, походу, ну, под этот знак ты не попадаешь, посылаешь их нахер, они тебя законно останавливают и законно выписывают штраф. Тогда без вопросов. Вы поняли, к чему я веду? Вот для того, чтобы сюда водители не ездили. Будет видео, что там есть знак. Я к чему-то, я постоянно каждому батальону, каждой роте объясняю. Для того, чтобы создать превенцию, нужно стать перед знаком. У вас, даже ваши командиры, оказывается, становятся вот здесь и херячат всех подряд. Мы просто заехали так, чисто заехали вогных-вогных, жарко-жарко, блядь. Все, сделайте хоть раз по-нормальному, и к этому вопросу возвращаться мы больше не будем. Нет, вам новый начальник дал вказивку. Нет, никто ничего не давал. Ну, мы выясним. Вот, вам даже, я сидел, молчал, обычный громадянын педиш. Был звонок, поэтому я немного прервался. В общем, дискуссия такова, что человек заехал и начал возмущаться по поводу того, что... Так вы за всем и разъясняли. Потому что уже всех достало. Если уже человек тебе сказал, что да, я тут ни живу, ни работаю, тогда да, штрафу. Да, лицунки. Ну, как ты должен его проверить? Вот хорошо, я сюда заехал. Что-то... Ну, вас же выдачу, я, наверное, загрузку на выписку. Да, просто я знаю, может просто встал в ворота, открыл, чтобы мне штраф не выписали. Ну, вот кто... Вот, ваших коллега мне доказывал, что нужны ТТН-ки с адресом. Я еще спрашиваю, а если ТТН-ки просто на провоз? Смотри, ТТН-ки, они, ТТ-полиция, не имеют никакого отношения с ТТН-ки. Укртрансбезпека имеет право проверять. Это я знаю, хоть человек мне доказывал. Ну, я особисто. В правилах дорожного движения, в пункте 2.4, там же, что у нас нигде не указано, что водитель мает право, повинен предъявить еще и другие документы в виде ТТН. Там же за перелик А, Б, Г, С, И, ДО. Там ТТН-ка есть? В нашем случае, посвященном воде, доступ к реестрации, причине страхового поля, и только предбаченный закон. Верно? Вы учили, вы учили. Вы, оказывается, за страховку уже не пишете, да? Да, что ж не пишу. В случае, например, дорожного транспортного пригода, можно же проверить? И составление протокола. Ну, случайно. А если вы штраф просто пишете, ну, вам колупаться не до чего. Как-то просто. Просто ничего не бывает. Это знаешь, как у меня было? Еду я, у меня была машина, ну, я на перепродажу взял без страховки. Едет за мной патруль, я смотрю, уже все, приклеились. Все, вью, вью, у вас страховки нет. Ну, это называется плохой поступок. Не, я согласен. Можно же ее сделать? Ну, если же вы знаете, ну, так просто. Знаете, это просто, ну, сейчас, одну секунду уже. Ну, если же особисто, вы же знаете, что ее нет, просто отробили, и все. Я не смотрю, я же говорю, это не моя машина была, взял на грудин и перепродаю. Ну, оно бывает по всякому, случайно, оно бывает по всякому. Вы поехали? Это верно. До побачення. До побачення. У тебя есть группа Telegram на Дзорхалько? Да. Да, так туда надо писать. Да, мне не всегда время, так вот бывает, если я кого-то увижу, там напишу, тогда да и все. Так видео надо снимать. Нету времени. Короче, как-то так. Мы их согнали. Они поехали на Выпу, на Сумскую, куда-то там. Это такие волкодавы, что... Вот этого я запомнил. Но потому что он самый хитрый, он у меня во всех роликах. Зимой, летом и осенью. Но они обычно еще как эти, бешие стоят. Ну да. Короче, друзья, в общем, все в порядке. Проезд патриатральный, 5, освобожден. И я погнал дальше.